всем привет вас приветствует канал помощник на кухне с вами сегодня маруся и у меня сегодня такой ролик необычный я хочу протестировать бумагу для выпечки последнее время есть такая тенденция купишь бумагу а бумага буквально ну вообще невозможно не выпекать она горит ломается к ней все липнет хотя производитель пишет что замечательно бумага то есть соответственно хочется найти нормальную бумагу которая действительно достойна для того чтобы на не выпекать а не выкидывать деньги на ветер я решила протестировать различные виды бумаги различных брендов вот купила в разных магазинов бумагу по категории от 50 до 100 рублей и сейчас хочу вам показать протестировать и по посмотрим какая из этих бумаг действительно достойна того чтобы ее покупать и пользоваться а какие лучше вообще не брать что мы для этого сделаем мы сейчас каждую бумагу обозначим под своим номером то есть допустим это первое у нас будет эта бумага будет у нас 2 2 это будет у нас 3 это бумага будет нас 4 это 6 то есть мы сейчас скажу бумаги отрежем по небольшому кусочку и выпеки на ней печенье и посмотрим какая бумага достойна называться нормальной бумагой для выпечки а которая не достойна при этом посмотрим что нам пишет производитель обычно не что нам пишут вот тут если есть рекомендации мы ее сделал перед запеканием бумагу рекомендуется смачивать перед выпечкой смазать поверхность маслом с помощью кисточки то есть нужно нужно нам будет ее смазать если есть рекомендации на этой бумаге написано так не пригорает не прилипает не допускается контакт с открытым огнем возможно возможно многоразовое использование заметьте это тоже интересно такие вещи когда пишут очень интересно как это многоразово значит она может несколько раз работать но по смазыванию ничего не написано значит она не обязательно смазка здесь у нас что написано двусторонне силиконовое антипригарное покрытие выпечка не прилипает не требует смазывания жиром не смазываем на это что написано растительный пергамент но он идет для запекания рыбы мяса и птицы но это неважно он тоже должен как бы работать и для выпечки растительный пергамент так так а вот эффект запекания в растительном продукт дышит не пересыхает так а вот универсальный пергамент может использоваться для выпечки предварительно хорошо смазав маргарин смазываем значит вот это смогу здесь что у нас написано много много всякой ерунды написано то что там нужно что-то смазать я не вижу бумага кулинарные жиростойкая можно упаковывать нее ничего не написано по смазанию значит не смогу здесь у нас написано пергамент даже марка указанном буква п для контакта пищевой продукции то есть пищевая ведь как некоторые пишут а некоторые нет для разогрева продуктов кулинарных изделий бутербродов готовых блюд производства краснодар этом магнит у магните покупала так ничего не написано о смазывании значит я тоже не смазываю все сейчас мы их нарезаем кубу небольшими квадратиками здесь на 6 штучек иначе 6 кусочков пергамента нам надо на противень уложить и сделаем печенюшки и посмотрим вот мы подготовили нашу бумагу на противень то есть сделали порядке 1 2 3 4 5 6 наоборот да на 1 2 3 4 5 6 да сейчас мы сделаем печенюшки сложим их смазывать бумагу не будем потому что печенюшки у нас из песочного теста содержит большое количество маргарина то есть само собой они будут хорошо под собою маслянистые то есть не должна она прилипает так по идее потому что масло много там поэтому смазывать не будем ставим наши печенюшки духовку и проверим нашу бумагу вот видите масляное жирное пятно то есть мы немножко их передержали тем самым мы проверяем эти жирная бумага в хорошем состоянии жирная бумага в хорошем состоянии жирная бумага в хорошем поставить то есть эти бумага сама по себе вот единственное смотрите видите уже пошел излом более плотные плотные уже вот видите она пошла крошиться то есть говорит о том что вот эти 4 3 и 6 после выпекания то есть обгорелости крепкая бумага видите она крепкая 3 4 6 1 2 и 5 после начали разрушаться разрушаться то что к ней не пригорело это из-за того что у нас песочное тесто она прям разрушается теперь мы чуть сделаем мы теперь проверим это все не на песочном тесте а именно на дрожжевом тесте проблема всегда бывает с дрожжевым тестом но на первое время по песочному дождь смотрите третье себя показала хорошо четвертая себя показала хорошо и 6 показала себя неплохо сейчас мы посмотрим что это за бренды вот они это у нас в 3 частюля это по моему куплено у меня была фикс прайсе как я помню не буду брать на по моему экспрессе вот это вот силикона силикононизированная для выпечки это вот по ней сразу видно что она действительно чем-то пропитана видите какая она это вот через тоже производитель смотрите один и тот же частюля это который идет для растительные это помните он говорил растительный пергамент для запекания вот тоже чувствуется что неплохая да и купленные магните на которой написано что она марка пэн то есть для пищевую это вот магнитовской тоже вроде неплохая пока что мы их встанем в лучшую бумагу это испытана на совсем не тяжелым таким тесом то есть не дрожжевым а песочным но они себя показали отлично видите бренд чистюля держит марку мы на них обратим внимание что у нас осталось вот такой бренд в это вот такая бумага то есть они как бы после пропекания видите разрушаться начали хотя но такой у нас бумаги написано вторично использует вот на этой на второй смотрите она написано вторичное использование. Где она? Которое вторичного использования. Вот она. Как ее можно второй раз использовать? Она буквально вот она, крошится. Я не знаю, как второй раз ее можно использовать. Это по этим бумагам, но мы их еще проведем испытания на дрожжевом тесте. Потому что это песочное. Видите, сколько маргаринов. Будем проверять дальше. Часть вторая. Теперь мы проведем эксперимент с другим тестом. Первой частью у нас было песочное тесто, то есть оно имело большое количество масла. Сейчас мы сделаем тесто менее жирное, такое сдобное. И посмотрим, как оно себя покажет. Вернее, как покажет бумага в взаимодействии с нашим с нашей выпечкой. Но уже сделаем соответственно правильно. То есть возьмем бумагу. Если на ней написано промазать маслом, мы обязательно это сделаем. Чтобы соответственно нам понять действительно это помогает или все-таки это тоже обман такой маркетинговый. Ну давайте приступим. Как всегда мы сейчас каждую вырежем. У нас уже не с обозначением какая цифра. Нам останется только цифры обозначить. Сложим на противень и затем приготовим тесто для крокетов с яблоками. Их и будем выпекать на нашей бумаге. Сейчас мы посмотрим, который промазать надо. Мы ее промажем. Итак, как при запекании в глиняном горшочке, универсально пергамент можно использовать для выпечки, предварительно хорошо смазав маргарином. Это четвертый. Ну мы не будем маргарином, у нас нет маргарина. Маргарин это тоже самое растительное масло, поэтому как бы растительным маслом смазать. Причем хорошо смазать. Ну как даже чего-то боится он. Ладно, помажем. Это четвертый. Так. Короче, ничего не сказано про смазывание. Это пятое. Не смазываю. Это у нас второе. Не запускается многоразовое использование. Хотя она в первом себе показала очень-не очень. Короче, ничего тут не написано. Тоже не смазываю. Это у нас третий. На третьем не требует смазывания жира. Не смазываем. Ничего не написано про смазывание. И первое. Перед запеканием бумагу рекомендуют смачивать. Перед выпечкой смазать поверхность массы с помощью кисточки. Это первое. То есть четвертое и первое только лишь указало о том, что нужно смазать пергамент маслом. Кто-то скажет, ну и что? Что? Можно и весь смазать. Ну, знаете, как они говорят, не требуют смазки, не требуют это туда-сюда. Мы так и будем делать. Это должно указываться. Противник готовый. Будем делать тесто. Сейчас отправляю в духовку на 180 градусов. И бумагу проверим, как она у нас себе поведет. Наши крокеты испеклись. Сейчас мы будем проверять бумагу и оценим. Так как еще плюс у нас яблочко дало сок, соответственно оно прилипло. Первая бумага. Видите, где сок дало, прилипло. Но мы ее смазывали. Смазывание, видите, как хорошо повлияло все-таки на то, что крокет не прилип. Ну, где вот только подтекло, конечно. Но это нормально по идее. А так, смотрите, бумага сама по себе не сильно крошится. Ну, немножко излом есть. Ну, это нормально. А бывает вот прям вот вообще раскрошивается. Это нормально. Для первой бумаги, то есть вот это вот, сейчас я найду, это вот эта фирма. Как я помню, это, по-моему, я брала в пятерочке. Если я не ошибаюсь, это я покупала в пятерочке эту бумагу. То есть я ее оцениваю на оценку 4, что ли. Ну, хорошо, короче. Не отлично, но это хорошо. Если ее смазать, соответственно. Ну, то, что вот видите, подтек сок, это да, ну, неплохая бумага. То есть вот такую бумагу я буду советовать пользоваться и сама буду покупать. То есть она меня не подвела. Это первая. Берем вторую. Смотрите, мы ее не смазывали. Смотрите, неплохо отошла. Немножко тут, где подгорела, прилипла. Немножко. Сама бумага целая, не прогорела. Ну, уже, конечно, тонкая. Сейчас мы посмотрим. По-моему, это бумага, которую рекомендуют использовать второй раз фирмы Гвета. Ну, я думаю, второй раз использовать не стоит ее, потому что, смотрите, даже где поджарила, она просто разрушится. Вот это вот рекомендую даже использование второй раз. Я точно могу сказать ни к чему. Но она выдержала без смазывания, без смазывания, заметьте, тоже неплохо. Я не скажу, что отлично, но все-таки неплохо. Третье тоже, вот смотрите, как даже сок потек, и она все-таки это отошла. Неплохо, неплохо. Тоже неплохо, довольно-таки. Сейчас скажу, какая-то. Это у нас вот этот антипригарный, силикононизированный для выпечки. Неплохой. Я, знаете, вам скажу, он даже лучше, чем эти два. Мне понравился. Он даже не так быстро рушится. О, смотрите, у нас что, у четвертого и пятого слипло. Четвертый мы смазывали. После смазки, смотрите, где потек сок. Конкретно, короче, 4 литра. Вот это вот я не люблю, конечно. У четвертого, как я скажу. Ну, неплохо, но все-таки, я думаю, если бы мы не смазали, это было бы, конечно, не очень хорошо. Четвертая у нас бумага. Чистюля. Она в прошлый раз показала себя очень хорошо. Я тогда еще сказала, что вот эти две бумаги, чистюля, очень неплохие. Но она и в этот раз неплохо показала. Даже, видите, сок сюда примит. А вот пятая, видите, здесь-то сработал сок пятый. Это что-то с чем-то. По-моему, я ее не оторву. Нет, отрывается, отходит. Ну, вот в процессе, где сок прилипло, конечно, мы ее не смазывали. Ну, вот видите, что получилось. Это пятая. Пятая у нас вот эта бумага. Ну, как бы тоже вроде неплохо себя показала. Но давайте учтем то, что все-таки крокеты мы делали с маслом сливочным. То есть, соответственно, в любом случае дополнительная промазка идет. Возьмем, допустим, тоже дрожжевое тесто. Оно уже по-другому себя покажет. И я думаю, что, скорее всего, нам придется сделать эксперимент еще с дрожжевым тестом. Почему? Потому что дрожжевое тесто не имеет масляную основу. И, соответственно, он покажет себя чуть-чуть по-другому. Смотрим шестое. Смотрите, что. Это же ужас. Вот если сок протекет, видите, что. Все. И вот сейчас уже не снимешь. Он как прилип. Вот я вот об этом всегда говорю. Бумага просто. Вот если на ней выпекать, допустим, что-то с начинкой, она вытекет. Это все. А видите, что. Сейчас это все конкретно прилипло. Соответственно. Соответственно. Отрывать это придется. То есть и бумага останется на тесте. То есть видите, что получается. Хотя эта бумага сама по себе неплохая. Это у нас идет магнитовская бумага. Я в тот раз по ней тоже сказала. Вроде неплохо на себя повела. Но вот как видите, видите, что получилось. То есть вон она даже и оставились. И кусочки здесь. Ах, что я могу сказать. Вроде бы бумага вся неплохая. Если смазать. Конечно. Может быть я выбрала самую лучшую бумагу. Я не знаю. Но. Опять же еще раз повторюсь. Тесто имеет масляную основу. То есть соответственно оно как бы частично под собою имеет возможность как бы смазывать бумагу. Сейчас мы сделаем что с вами. Сделаем эксперимент с дрожжевым тестом. То есть испекем обычные дрожжевые булочки. И посмотрим. Потому что именно с дрожжевым тестом у меня происходят такие казусы. То есть прилипание, обрыв и так далее. Что я скажу. Будем делать дрожжевое тесто. Подытоживать. Песочное тесто мы испытали на нашей бумаге. Сдобное тесто с маслом мы испытали на нашей бумаге. Теперь мы испытаем тесто дрожжевое. Оно самое агрессивное к бумаге. Почему? Потому что оно не содержит масла. То есть соответственно оно больше показывает насколько бумага качественная. Значит сейчас будем делать мы дрожжевое тесто. Ну выпекать изделие из дрожжевого теста. Опять наряжаем наши квадратики. Обозначаем цифрами по возрастающей. И раскладываем. Теперь посмотрим что нам нужно смазать. Какую часть. Я не помню просто. Мы же смазывали какие-то. Две я помню. Вот первую. Дополнительно смазать тонким слоем жира. Вот эта вот вторая. Вот они две. Я помню. Их две только лишь. Рекомендую смазывать. Первую и вторую. Вот мы их смажем. Ага. Вот. Четвертая. При выпечке смазать. Ну все. Сейчас делаем тесто и раскладываем. Наши булочки готовы. Это не булочки. Это мини хлебушек из цельнозерновой муки. Здесь идет цельнозерновая и овсяная мука. Такой полезный хлебушек. Сейчас мы ставим в духовочку на 180 грамм. И выпекаем. Булочки наши испеклись. А хлебушек мини хлебушек это у нас. И мы сейчас подведем результат. Он уже почти остыл. Но еще немножечко горячее нужно. Поэтому мне горячевато будет брать. Вот смотрите. Мы ее смазывали. Видите что? Сделала дрожжевое тесто. Видите что происходит? Вот оно. О чем я вам говорила. Буквально оно просто прирастает. Дрожжевое тесто невозможно испекать на бумаге. Это вот еще та бумага которую мы оценивали на Сейчас я скажу. Это первое. Это частюля. Которую мы еще и смазали. Видите что делается? Короче все. Называется что хлеб будет у нас вместе с бумагой. Получился. Это вторая. Тоже смазывали. Видите что? Буквально она просто приросла. Даже вот ее снять невозможно. Я не знаю как теперь снимать это конечно. Ну отмочить скорее всего. Это третья бумага. Заметьте. Эта бумага отлично сошла. Под номером 3. Вот это я понимаю. Вот она. Это тоже производитель частюля. Которая под первым номером у нас показала нехороший результат. Вот он. Чистюля. Антипригарный пергамент. Я вот этой бумаге буду доверять. Это я точно буду покупать. Видели? Я буквально ее сняла. Она не смазанная. Мы ее не смазывали. Отличный результат. Вот так. Это четвертый. То же самое. Видите? Видите что? Все. Все. Это придется отмачивать. То есть если пекете какое-то дрожжевое тесто, оно буквально врастает туда. Песочное, вздобное тесто. Оно содержит масло. Соответственно оно не будет прирастать. Потому что масло все равно как бы образует большое количество и оно как бы лучше. Но с дрожжевым я прям замучилась. Вот номер пять. Такая же песня. Точно такая же песня. Смотрите. Все. Это вот сейчас надо отмачивать, чтобы это все снять. Номер шесть. Такая же песня. Все буквально вот. Ну вот. Все. Вот. Бумага вся показала себе буквально. Вот даже первый номер. Тот же производитель. Заметьте. Тот же. При этом мы ее еще и смазали. И она показала себе ужасающе. То есть получается это совсем не то, что это. Конечно тут написано, что это больше подходит для запекания там овощей, там мяса, еще чего-то более такого. Написано смажьте, мы смазали. И что? Бумага любая подойдет для выпекания песочного теста, где есть большое содержание масла. Также подойдет для сдобного теста, где есть масло, маргарин, большое количество жира. Для выпекания дрожжевого теста, где нет масла. Эта бумага не подойдет. Вот ни одна из этих бумаг не подойдет. Кроме вот этой, которая нам показала отличный результат. Вот она. Вот она. Вот она. Хорошо сошла. Отличный результат. Вот. Теперь я знаю, какую я бумагу буду покупать чисто для того, чтобы выпекать изделия из дрожжевого теста. Да, я буду покупать и такую бумагу, но на ней я буду только печь. Единственное, что это печенье, какие-то сдобные, может быть, изделия. Вот такую бумагу специально куплю, чтобы выпекать дрожжевые изделия. Вот результат, вы сами видите, о чем я хотела вам и показать. А теперь вот это все, конечно, придется как-то отмочить, чтобы просто снять вот это вот. Все. Вот он третий. Это вот третий, который мы сняли. Посмотрите, как приятно, что он снялся и прям отлично просто, отлично. Кто-то сказал, да, там у тебя подгорело и оно пригорело. Ребята, подгорела, не подгорела бумага, бумага. Говорит нам о том, что он дает отличный результат. Мы его не увидели, кроме вот этой. Вот этой я ставлю просто. Не то, что оценку 5, это супер. Я получила и результат тот, что я хотела. Я знаю теперь, какую я бумагу буду покупать. Все, всем пока. Заходите на наш канал, смотрите эксперименты. Действительно, нам в жизни иногда нужно знать, что выбирать. Может кому-то мое видео пригодится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Klimaw лет właśnie segunda мол маг